Доброе утро, уважаемые коллеги! Я рад быть тут с вами на сегодняшней конференции, посвященной, можно сказать, арабскому миру. И мой доклад, как уже было сказано, посвящен европейским заимствованиям в тунисском диалекте арабского языка. Сначала нам необходимо понять, о каких конкретно диалектных областях, как о наиболее наполненных заимствованиями идет речь. В Тунисе выделяют шесть наиболее крупных диалектных ареалов, при этом выводя их в определенную категорию в зависимости от того, является ли население по происхождению оседлым, то есть городским, или кочевым, подвергавшимся бедуинскому влиянию. На городских говорах общаются в крупных городах или в городах, которые расположены недалеко от побережья, таких как Тунис, Безет, Мэнсус, Монастир и так далее. В одной части страны используются сельские говоры, ну, например, в Гавсе, в Элькефе, в Бедже или в небольших городах, а вот, кроме того, недалеко от их говоров также. Ну, вот здесь я разделяю Тунис на диалектные области, и все, о чем я буду рассказывать далее, будет справедливо в большей степени для прибрежных диалектных групп. То есть, по сути, всех, кроме юго-западной и юго-восточной. В дальнейшем субстратом считаются те, кого эллины относили к варварам, то есть, ну, ко всем тем, кто не состоял в культурном, политическом, греческом мире. Речь идет об Уамазихах. И к этому субстрату веками в результате нескольких волн будут привиты элементы влияния множества внешних популяций, такие, как, например, финикийцы, которые прибыли сюда в 1100-м, где-то году до нашей эры, и создали на побережье торговые фрактории, самые известные из которых будет впоследствии пропадение. И они будут сосуществовать как с мазигами внутренних районов, так и с греками, которые также создают фрактории вдоль восточного побережья Туниса, ну и тем самым частично эллинизируясь. После нанесения поражения Агену, римляне, в свою очередь, заселяют его и основывают прорезию Африка. До II века нашей эры распространение латинского языка было все-таки ограничено элитарным слоем, но впоследствии со II по IV века усиление влияния латинского языка среди жителей Северной Африки было тесно связано с распространением африанцев. На североафриканский диалект арабского языка очень сейчас очевидны в лексике. Одними примерами латинских заимствований в тунисском диалекте являются, например, слова «форнах» — это, если что, «печь» из латыни, и «феллюс» — это «цыпленок». Ну, а еще слова как «бабуш», «улитка» или, например, «топорик» и так далее. Начиная с раннего Средневековья активное использование для коммуникации так называемой торговой лингво-франко и интенсивность средиземноморских контактов очень способствовали заимствованию слов из одного языка в другой в Средиземноморском регионе. И жители прибрежных городов Туниса регулярно контактировали с сицилийцами, с венецианцами, с генуэзцами. С мальтийцами, провансальцами, испанцами и так далее. Это вот этноязыковое разнообразие обождаются во многих фамильных прозваниях, которые сохранились до нашего времени. Там английский, бургийский, французский, генуэз, в смысле из генуэмальтиз и так далее. А еще топонимы показывают некоторые следы тоже, например, каблан, капсерар, портофорина, зембра, зембретта, которые сейчас находятся на территории современного Туниса. Однако все же сложно разделить возникшие в то время языковые влияния на конкретные языки. И поэтому предлагаю перейти к безусловному ряду заимствований. Степан, можете выключить камеру, пожалуйста, у вас пропадает иногда. Да-да, так лучше, наверное, слышно меня. Да, наверное, лучше будет. Спасибо. Значит, безусловно, ряд заимствованных слов вошел в тунисский диалект благодаря... Простите, Степан Дмитриевич, а у вас сейчас какой слайд должен идти? У меня ощущение, что и в слайдах задержка. У вас карта должна быть или, Алексей, мать секретная? Должна быть карта. Карта, все. Да. Вот ряд заимствованных слов вошел в тунисский диалект благодаря марийскому, которые были выгнаны из Испании, и колоссальные последствия возникли в результате долгомременного миграционного движения из Испании в Тунис после реконкисты, а также всеобщей депортации десятков тысяч мусульман из Испании. Значит, большинство марийск поселилось на севере-востоке Туниса, дав испанские названия целым районам, например, Муркат от Меркадо или Бига от Вега, Эльбарду от Прадо. И марийские оставили след в тунисском образовании, также в ремесленном и сельскохозяйственном деле, где встречается испанский лексикон. Тунисская кухня, она обогатилась... Сейчас, секундочку, у меня файлы, к сожалению. Вот так. Вот. Это будет лучше. Да, она обогатилась такими словами, как «бенаджи» – это такие хлебцы с мясом, и «ойя» – это блюда из яиц, помидоров и перцев. А тут мы подходим к интересным вещам, к итальянскому языку. Значит, отличительной чертой тунисского диалекта является наличие многочисленных заимствований из итальянского языка. Волна эмиграции из Италии в Тунис, которая началась в XIX веке, привела к тому, что в начале XX века число итальянских колонистов, которых в стране было тогда уже больше 100 тысяч, превысило число французов. Хотя над Тунисом был установлен французский протекторат. И в результате этой эмиграции большое количество итальянских заимствований вошло в тунисский диалект, естественно. Заимствование способствовало некоторое сходство между итальянским и арабским языком. Так в обоих языках, например, есть родственные согласные. Оба языка имеют окончание женского рода на А. И итальянский артикль мужского рода единственного числа или схож с диалектным вариантом арабского артикла Аль. С другой стороны, имелись и препятствия. Например, многие итальянские слова были слишком длинными для арабского языка, не вписывались в устоявшуюся систему семитского корня. Но и в этом случае заимствование все же происходило. Только попутно оно сопровождалось сокращением слова. Здесь можно указать на итальянское слово инсалата или форната. Также важным препятствием является наличие в итальянском языке окончания О, то, что я вывел в правую колонку, потому что это обычно свойственно существительному мужскому роду. В разговорном арабском окончание на У может быть окончанием нежного форма множественного числа глагола или притяжателем суффикса мужского рода третьего лица. И существительность таким окончанием является исключением. Это очень много объясняет. Например, то, почему итальянские слова некоторые потеряли окончание. Например, джелат – это мороженое. Вот слово джелата. При этом имеются и слова, которые сохранили окончание на У. Но только они произносятся с исходом на У, как, например, брутисту. Ну, а еще есть слово абукату – это адвокат или карру. Это повозка. Заспрощается большинство итальянских заимствований. Это старая морская терминология, коммерция. Коммерческие термины, они представлены в полном объеме в тунисском диалекте. Например, бурса – это фондовая биржа от Борса. Или афар – это сделка от афары. И, конечно, здесь тоже происходят часто семантические изменения. Вот, например, слово арматура. Вероятно, изначально обозначавшее корабельное оборудование, сейчас может использоваться и для товаров в магазине. Ну, и так далее. И, соответственно, да, есть слова, которые имеют аналог в арабском языке, в литературном арабском языке, но в силу исторических причин в тунисском диалекте используются имена заимствования. Ну, и, наконец, последнее. Французский. В процессе колонизации он быстро стал администратством государственного образования. И после 1881-го все тунисцы, которые посещали школу, стали двуязычными. Заимствования из французского проникали бесконтрольно в арабский язык, в большом количестве, внедрялись во все сферы деятельности, невзирая вообще на тип языка – литературный или диалектный, который использовался в той или иной сфере как раз до прихода французов. Тут я привел примеры образования глаголов в тунисском диалекте слов французского языка. Вопросы, наверное, могут возникнуть только с «соваж», «дикарь», которое в тунисский диалек перешло в виде «цюфизю». Ну, вполне возможно, что «та», этот префикс «та», он характеризует возвратность какого-то глагола, типа «одичать». То есть, ну, возможно, здесь завязано все еще на семантике пород арабского языка. Ну, также присутствие заимствования и сферы новых технологий компьютерных. Вот, например, есть глагол, который обозначает быть зараженным компьютерным вирусом. Ну, и здесь я привожу соответствие фонем французского языка и тунисского диалекта. При заимствовании. Наверное, на этом я останавливаться не буду. Таким вот образом мы можем утверждать, что сегодня вот большинство языка доноров, конечно, упомянутых в презентации, в тунисском диалекте сохраняются лишь более или менее следы их четко идентифицированы и идентифицируемые. И в настоящий момент с арабским языком способен конкурировать только, конечно, французский язык, особенно на уровне высшего образования. Английский, несмотря на свой такой привилегированный статус языка международного общения, он никак не угрожает французскому. И значение французского языка уменьшается только в пользу арабского. Использование современного стандартного арабского языка в Тунисе развивается под влиянием как французского, так и тунисского диалекта. И диалектная форма арабского языка также имеет высокое значение, и поэтому в стране можно наблюдать такую вот дегласическую ситуацию. Несмотря на наличие значительного количества заимствований в стандартном арабском литературном языке, тунисский диалект, конечно, все равно остается самым богатым на подобные заимствования. И среди множества заимствований, зафиксированных в тунисском диалекте, наиболее до сих пор активно используются французские. И этому способствует уже то, что я говорил ранее, ситуация арабо-французского двуязычия. И, пожалуй, наверное, только стоит добавить, что семьи, которые чужды в тунисской лингвистической системе, были постепенно приняты, как вы видели, адаптированы к языку. Это произошло до такой степени, что сегодня вообще нелегко отделить их от остальной лексики. А сами тунисцы, независимо от их социального положения или уровня образования, все же гармонично используют их в повседневном общении. Спасибо вам за внимание. Степан Дмитриевич, большое спасибо за интереснейший доклад. Коллеги, есть ли вопросы? Можно вопросы задать? Да. Василий, пожалуйста. Да, Степан, спасибо большое. Отличный доклад. Можете посмотреть, я вам в чат скинул карту, она немного коррелирует с темой вашего доклада, но это этническое происхождение жителей Туниса по районам. И мы можем наблюдать, что в прибрежных районах по большей части люди-то, они южноевропейского происхождения, даже не арабского и не берберского. И отсюда вопрос такой с подвохом, а это вообще заимствование или люди просто возвращаются, можно сказать, к своим истокам? Ну, это так, такой вопрос-то шуточный. Просто вам дополнение, что вот все взаимосвязано еще и с точки зрения происхождения этих людей. Спасибо за вопрос. Да, действительно, вот я смотрю сейчас на карту и с точки зрения происхождения очень много южноевропейской крови у тунисцев прибрежных. Однако, ну да, это такой сложный вопрос. Что вообще означают истоки? С какого времени идут эти истоки? Со времен Римской империи, со времен финикийцев, со времен вот этой торговли средиземноморской. Я, конечно, просто считаю, что Тунису повезло в географическом плане и повезло общаться с таким количеством народов. И их связывали и торговые отношения, и, в общем-то, сложные политические тоже. Поэтому, наверное, Тунис это, я бы так сказал, никто не будет утист арабской страны. Хотя, в общем-то, даже не знаю, про какую страну арабского мира, можно так сказать. Это смесь. Это смесь. И в языке это очень хорошо видно. Вот так. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Да, спасибо. Олег, есть ли еще вопросы? Анна Григорьевна, пожалуйста. Спасибо за очень интересный доклад. И если мы посмотрим на ваш материал с точки зрения истории арабского языка, вот изучение заимствований в современных арабских диалектах, которые сохранились и, так сказать, продолжают появляться, вот очень интересно с точки зрения того, какие части арабской грамматической системы являются наиболее устойчивыми и продолжают действовать. Вот, ну, как известно всем арабистам, любое заимствование в арабский язык так или иначе обрабатывается в соответствии со структурой арабского корня и в соответствии с моделями арабской грамматики. В тунисском диалекте, как и в других современных диалектах, грамматические строя значительно отличаются от классического строя, но тем не менее, именно его, то, как он обрабатывает вот заимствование, свидетельствует о том, что наиболее остается стойким в арабской грамматической системе, а что уже меняется в современных диалектах и уже уступает место каким-то новым формам. Вот с этой точки зрения те модели, которые приобретают заимствование, имеют очень большое значение для изучения процессов исторических изменений как в фонетике, так и в грамматике арабского языка в целом. Спасибо. Спасибо вам большое. Это, в общем-то, и вопрос, и большое разъяснение темы, которую я изучаю. Действительно, в арабском языке существует такой термин, если я не ошибаюсь, «дахиль», это вхождение буквально то, по каким правилам лексика и заимствованная лексика входит в тунисский диалект. Я бы сказал, конечно, что главный остается трехконсонантный корень, система семитского корня, но я не могу, я не берусь утверждать, что это истина в последней инстанции, что это справедливо для всех заимствований, потому что везде есть свои исключения. Однако, да, конечно, морфологический такой вот аспект, он остается, наверное, самым определяющим для использования в любом диалекте заимствованной. Ну, вот посмотрите, например, вторая порода, она очень активная, и вторая порода продолжает действовать и работать, вернее, продолжает с заимствованием. Или, например, порода с префиксом та тоже достаточно активная, а некоторые вот породы, ну, предположим, седьмая порода, вот она, так сказать, приспосабливается к ней какое-то заимствование, или уже вот эта модель вот не так активна в современном диалекте. То есть, вот с такой точки зрения вот можно рассматривать вот этот новый материал, который попадает в арабский язык. Да, да, спасибо, спасибо, действительно, это интересно. Кристина Тиграновна, пожалуйста, еще один вопрос. Я, если позволю, если не вопрос, а просто комментарий поблагодарить Степана Дмитриевича очень интересно. Вы знаете, такой хороший доклад с точки зрения того, что диалекты, история диалекта, как история контактов, история вообще страны, история сферы соперикосновения, и, может быть, даже не вопрос, от пожелания, хорошо бы, конечно, по этому видеть, что называется, печати, небольшое пособие. Кстати, для статей явно у вас намного будет больше контеграда, потому что действительно было бы интересно и с карты, и вот с такими интересными историческими картинками, которые вы нам показали презентации. Очень интересно, спасибо. Спасибо, спасибо вам большое. Я не берусь это все писать только лишь потому, что я не знаю тунисский диалект, так же, как, ну, по крайней мере, не так интенсивно учу его, как арабский язык, потому что, к сожалению, у нас в университете преподается только египетский, в смысле, каирский и багдадский диалекты. Ничего себе, к сожалению, целых два, у которых музыки вообще нету диалектов. Вы счастливчики с ПБГУ. У вас есть хорошая область для того, чтобы работать в этом направлении. У нас страна очень открытая, потому что полевой след. Ну, да. Хорошо. Еще у Туркина Антона вопрос, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, известно ли вам о случаях, например, когда какие-нибудь гибраизмы, в основном, конечно, преимущественно из арабского языка, попадали в европейские языки, о которых вы говорили, а потом заимствовались в различных диалекциях, например, из туниска. Если да, то по какой, например, модели они заимствовались. Вот. Спасибо. Ну, я думаю, что такое возможно. Я не скажу ни одного примера, потому что, опять же, еврит я не изучаю, и что такое чистый гибраизм, я не знаю, но вполне возможно, потому что вот в той же Испании после реконкисты оставалось очень много евреев, которые вместе с арабами, ну, мусульманами из Испании, с марийсками. Собственно, это все составляет такое вот понятие марийский. Они перебрались в Тунис, и не только в Тунис, вообще в Северную Африку, то есть в Марокко вот мы видим примеры, наверное, гибраизмов, но, опять же, языки родственные, поэтому... Хорошо, спасибо большое. Степан Дмитриевич, можно еще короткий вопрос от меня? Вот я, когда была в Тунисе, общаясь с местными, что называется, слышала о том, что в Тунисе существуют проекты перехода национального образования на английский язык. Ну, пока учебников каких-то нет, это не имеет каких-то вот, не имеет реализации конкретной, но об этом идут разговоры. Освободиться вот от вот этого колониального наследия французского как-то интегрироваться в общую, так сказать, глобальную систему через английский язык, да, в Алжире такие же разговоры идут. При этом вы сказали, что английский, несмотря на свой высокий статус, из английского, несмотря на его высокий статус, особых заимствований нету в тунисском диалекте. Вообще, насколько вам известно что-либо о таких планах, насколько реален этот переход на английский язык? Как обстоит эти? Значит, ну, я думаю, что просто почему с английским языком все не так просто, потому что английские заимствования, они существуют и в литературном арабском языке современном, и нельзя точно сказать вот это заимствование в диалект или именно из английского, или это заимствование пришло из литературного арабского языка. Что же касается образования на английском языке, ну, вот, любовь такая, возможно, тунисов к английскому, она ведь многим обязана тому самому колониальному прошлому французского языка, ведь языки, они, все-таки французский и английский, я имею в виду, они довольно похожи и оба языка аналитические все-таки в отличие от арабского языка, и, наверное, им просто легче, очень спорную мысль сейчас скажу, ну, вот, по крайней мере, пока я изучал этот вопрос, легче существовать в экосистеме латиница, если так можно выразиться, потому что все-таки и арабица, и арабский язык не совсем понятно, очень сильное до сих пор у него влияние в тунисском диалекте, или это такой рудимент, от которого нужно избавиться, но, по всей видимости, не нужно, потому что все-таки он как бы используется, и недаром мы называем тунисский диалект арабского языка, однако вот влияние европейских языков, английского, который понятен в том числе из-за французского тоже, и желание интегрироваться, наверное, в какую-то международную систему, они дают свои плоды, и вот такие идеи возникают, однако, да, я в Тунисе просто гораздо больше встречал французского языка, то есть как в Тунисе, так в Марокко и в Алжире, такое ощущение, что я обратно в колониальный мир куда-то попал, где английского не существует совершенно в Северной Африке. Спасибо.